Здравствуйте! Я приглашаю вас сегодня приготовить со мной очень сочную, ароматную грудинку свиную. Для приготовления грудинки запеченной мне понадобится сама грудинка, ее я беру килограмм. Я буду сегодня использовать соус терияки, можно заменить его на соевый соус и мед. Взять 2 ложки соевого соуса и 2 ложки меда. Также я беру вот такую готовую аджику, перечную, соль и чеснок. Я беру столовую ложку аджики, немного больше, 2 столовые ложки соуса терияки и 2 столовые ложки соли. Все это соединяю. Соус готов. Также нужно порезать чеснок. Вот так. Грудинку я подготовила, помыла ее, обсушила. И вот со стороны кожи ее нужно прорезать, сделать вот такие насечки. И смазываем ее соусом со всех сторон. Переворачиваем на другую сторону. В прорези вставляем чеснок. И смазываем. Вверх также этим соусом. Подготовленную грудинку помещаем в пакет. Или же в контейнер. Плотно закрываем. И отправляем в холодильник. Где она будет находиться 12 часов. Можно также ее оставить и на сутки. Прошло 14 часов. Вот так промариновалась грудинка. Теперь я буду помещать ее в пакет для запекания. Можно это делать в рукаве. Также можно запекать в фольге. Посмотрите, сколько вышло сока. От нее идет очень вкусный аромат специй. Вот так свободно. Я распределю пакет. Я положила грудинку нарезанной стороной, где кожа вниз. Запекать грудинку я буду в духовке. Это у меня мини-печь JF гриль. Ставлю ее посредине. Температуру ставлю 150 градусов. Время ставлю 1 час. Духовку предварительно я не разогревала. Запекать буду в режиме вверх-вниз. Духовка имеет 4 режима. Это верхний тен, нижний тен, верх-низ. Верх-низ конвекция. Вот сегодня я запекаю на верхнем и нижнем тенах. Прошло полчаса. Верхний тен я отключаю. Перевожу только на нижний. Прошел час. Я вынула из духовки. Вот так это сейчас выглядит. Она горячая. Теперь нужно охладить. Шкурка очень хорошо подпеклась. Ну, это только сверху. Первый раз я запекала в этой духовке. Думаю, что здесь можно запекать даже ее меньше, минут 40. Ну, а сбоку и сверху все в порядке. Так как я выключила верхний тен, все прекрасно пропеклось. Ниже ничего не подгорело. Теперь я оставляю грудинку до полного ее охлаждения. Грудинка остыла, но еще теплая. Ее можно подавать как теплая. Также можно ее заморозить в морозильной камере и подать как холодное блюдо. Единственное, конечно, подпеклась верхняя корочка. Но в сущности, посмотрите, какая она сочная. Очень сочная. Единственное, конечно, подпеклась, можно сказать, подгорела верхняя корочка. Попробуйте, приготовьте, только не пережарьте, как я. Поставьте свою духовку в проверенное положение и все у вас получится. Желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Оценивайте видео. Готовьте со мной. Готовьте с удовольствием. Готовьте со мной.